Приветствую вас! Вы знаете, как не парадоксально это будет звучать, но я начну свой ответ не с того, что вот как-то буду отвечать вам по вашей проблеме, а я начну несколько другого. Как часто вы в своей жизни зажимаете свои чувства, свои эмоции, свои желания? Особенно в конфликтных историях, в конфликтных ситуациях, когда, ну, есть какое-то напряжение, есть какие-то вот сомнения, переживания, может быть обиды. Да, то есть как часто вы на это реагируете? Как часто вы высказываете свои чувства? Знаете, вам очень много в ответах, ну, по крайней мере, в тех, что я видел, говорят про привыкание, про процесс адаптации, про то, что вы обязательно, там, привыкнете и обязательно, там, у вас всё будет хорошо. Я имею в виду, всё будет хорошо с молодым человеком. Вот. Это так. Это так. Давайте мы не будем с вами думать, да, что, ну, что история, да, она, что история, она будет развиваться по негативному сценарию. Нет. Нет. У вас правда всё будет хорошо? У вас правда все наладится? На самом деле. Только вопрос в том, какой ценой это будет? То есть вопрос заключается в том, какую цену вы заплатите за то, чтобы у вас всё наладилось. Вот и всё. Условно говоря, условно говоря, условно говоря, условно говоря, условно говоря, ситуация здесь следующая. Значит, если вы действительно склонны свои чувства зажимать, если вы действительно склонны свои чувства подавлять, если вы действительно склонны к тому, чтобы замалчивать какие-то истории, да, какие-то ситуации ваши, ну, вот, которые с вами происходят в жизни, то в таком случае есть проблема. Ну, в таком случае будет серьезная проблема. Потому что вы с одной стороны нечестны по отношению к молодому человеку, а с другой стороны вы боитесь выражать свои эмоции. С другой стороны вы боитесь выражать свои чувства. У вас есть запрет на выражение своих чувств. И ваши проблемы с справлением нужды связаны с тем, что в детстве вы при малейшем напряжении, при малейшем проблеме, при малейшем каких-то противоречиях, конфликтах и прочим-прочим, вы вели себя так, что, значит, закрывались, да, в том числе и будучи ребенком. Вы закрывались, вы переставали радовать родителей своих регулярным стулом, да, в детстве, я думаю, что так все было. Вы как бы, ну, провоцировали запор. Я понимаю, что тема не очень приятная, но как бы раз вы обратились, да, то давайте постараемся, постараемся вам помочь. Вот. То есть история выглядит так. История выглядит спокойно. Такой. Значит, так называемое анальное поведение, которое у вас имеет место быть, ну, не менять и корректироваться. Как? С одной стороны. С одной стороны. С одной стороны. Это безусловно. Вот. С одной стороны. С одной стороны, да. То есть когнитивно-сознательная работа, да, с одной стороны. То есть когнитивно-сознательная работа в том смысле, да, что... Значит, чтобы вы меняли отношение к себе, чтобы вы меняли отношение к парню, чтобы вы переставали пытаться, пытаться казаться и начинали все-таки быть, да? Да? То есть этот момент, вот, он, я надеюсь, вам понять, да, понятно, что я хочу, что я хочу сказать вам. Это с одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. Я не должен сказать, что я хочу сделать бы методы они, которые у вас есть, чтобы вы позволили им быть с вами. Чтобы вы позволили им находиться с вами. Чтобы вы позволили этим чувствам выражаться. Чтобы вы не, значит, не чинили препятствий на пути этих чувств. Вот. Это очень важный момент, потому что без этого момента, ну, на самом деле ничего не получится. И вот в таких двух направлениях вам необходимо двигаться. То есть помочь вам, помочь вам, с одной стороны, можно только так. Если вы хотите, чтобы мы вам помогли, да, то вот, помощь, она такая, может быть, вам. А сейчас то, что вы можете сделать сами, это подумать, спросить себя, какие чувства и почему вы подставляете себе. Вот, например, да, тоже та же история со стулом, грубо говоря. Вот вы почему-то считаете, что женщина, да, не может ходить в туалет, ну, с мужчиной, как, как бы. Вот. А почему вы так считаете? То есть вы стесняетесь, да, а чего вы стесняетесь? То есть вы переживаете, а по поводу чего вы переживаете? То есть совершенно же очевидно, да, что вы чего-то боитесь. Совершенно очевидно, что вы чего-то опасаетесь. Совершенно очевидно, что вы, что-то вот вам, ну, что-то вам страшно и что-то вас напрягает. Вот. Ну, так, а от чего страшно? Чего конкретно вы боитесь? У вас есть ответы на этот вопрос? То есть что будет, если мужчина, например, узнает, что вы там, грубо говоря, ходите в туалет? А вы думаете, он не знает, что вы ходите в туалет? Или как вот? Это вот, на мой взгляд, такой очень важный момент. Вы думаете, вы считаете, что он не знает. А насколько вы доверяете друг другу? Вот. Ну, именно вот вы насколько друг другу доверяете? Доверяете ли вы вообще друг другу, раз уж такая история пошла? Может быть, вы все же не доверяете друг другу скорее? То есть больше доверяете, чем не доверяете? просто. Иногда возникает вопрос, а что вас связывает друг с другом? если вы не можете с ним поделиться с такими, ну, довольно важными вещами, надо сказать. Да. вот. Что вас объединяет в таком случае? Давайте на эту тему тоже подумаем. вот. И по рассмыслям. Если, значит, если вас объединяет мало чего, вот, что самое время, а, самое время, значит, поработать над этим, чтобы, ну, появились новые точки пересечения. вот. То есть, тут вот нужно подумать. тут вот, люди, как скажут, поразмысль, да, на, на каком фундаменте вы вот устраиваете отношения. Так что, я думаю, вот, так вот, можно ответить вам, вам на ваш вопрос. Старайтесь раскрывать свои чувства. Вообще, поскольку это связано с анальным поведением и, соответственно, анальным психотипом, анальным психотипом, точнее, не психотипом, а анальным психотипом, то идеально для нас было бы самостоятельно изучить данную тему. самостоятельно поиследовать себя в этом направлении и после этого уже, после этого уже, а, значит, на психотерапию, да, вот и поработать. При вашем желании, при вашем желании, это можно сделать достаточно быстро. А вы пишете, так, значит, мы едем отдыхать на три недели и будем жить вместе. Я очень буду стесняться, почему так происходит и как перестать стесняться. Ну, понимаете, стеснение – это стыд. Да, стеснение – это стыд. Ага, стыд – это непринятие себя. То есть, по какой-то причине, да, вы себя не принимаете. Ну вот, где-то у кого-то в эту установку подцепили, скажем так, что поход в туалет – это что-то неестественное, ненормальное, аномальное вообще. Вот. А почему так? Это интересный вопрос, на который вместе с вами нужно искать ответ. Вот. Так что, ну, почему вы так решили? То есть, что-то же вас на эту мысль навело, вы же наверняка, как бы, ну, в детстве, значит, вели себя как-то похожим образом. Ну вот. Я более чем в этом уверен, что в детстве, в детстве вы вели себя похожим образом. Ну так и вопрос заключается в чём? Почему вы себя так вели? Хорошо. Вследствие чего вы себя так вели? Правильно? Ну вот. Вот. Вот давайте на эти моменты мы с вами и обратим внимание. Значит, а, ну вот. В первую очередь. Да? Давайте мы с вами об этом и подумаем. В первую очередь. И дальше уже, дальше уже будем смотреть. Дальше уже будем смотреть. Я думаю, что едете вы не прямо сейчас с мужчиной. Ну вот. А в нас здесь время, вероятно, у вас ещё есть для работы. Так что обращайтесь к любому, к любому из наших приходов и начинайте работать. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо! Поехали! Поехали! Спасибо!